Картина, которая предстала перед правоохранителями, поразила их своей жестокостью. На полу в луже крови лежал труп мужчины с отрубленной головой. На его теле были многочисленные ножевые ранения. Уже позже судмедэксперты начитали их около 30. А злоумышленник, который сам пришел сдаваться в милицию, как ни в чем не бывало, рассказал сотрудникам милиции о произошедшем. Проснулся. Со вчерашнего вечера хотел убить человека. Проснулся. Ну, как бы вчера заранее узнал, что сестры дома не будет, бабушка на работе, мама на суток. Пошел, поехал на Северную, купил два ножа. Приехал домой, купил коньяк, пиво. Начал звонить друзьям, знакомым, кого можно убить. Искал. Ну, никого как бы, кто один спит, не дозвонился. Двоих дома не было. А тут и этот попался. Просто. Повидел его возле магазина. А кто попался? Говорю, пойдем. Васильев Александр. Вы его знали раньше, да? Ну, так, да. Говорю, пойдем, я тебе пачку сигарет дам. Пойдешь со мной домой, сходишь ко мне. Кто говорит, хорошо. Дома зломышленник предложил своей жертве выпить, а сам пошел за ножом. Пришел домой, я ему налил коньяка, дал сигарет, дал бутылку пива. Он выпил, но я думал, надо его как-то убить побыстрее, чтобы мама не пришла. Уйти из дома, чтобы она, наверное, не видела это. Он, короче, напился уже, говорить не буду. Я говорю, ну, сейчас, типа, пойду в комнату, скажу. Сходил в комнату, прихожу, с кормами достал нож, ударил его в шею. Ну, у него на шее кровь начала брызгать. Он там просил, не надо. Там такое. Я его еще раз 30 ножом ударил на весь нож. Потом он упал уже. Берег его в корпус? Ну, по телу, в легкое, в сердце. Он упал. Ну, как бы умер, я ему начал перерезать горло. Голову попытался отрезать ножом, но у него ничего не получилось. Тогда взял топор и отрубил ее несколькими ударами. Вымал нож и пошел в милицию. Данный гражданин был задержан сотрудниками милиции. При нем было обнаружено два ножа, один из которых он совершал преступление. Характеризуя личность человека, можно сказать, о том, что стоял на учете у психиатра с диагнозом шизофрения. Употреблял соответствующие лекарства, препараты. После того, как он прекратил в течение суток принимать эти лекарства, до суток до совершения преступления, у него начались происходить необратимые процессы. По данному факту зарегистрировано уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса умышленного убийства. Данный гражданин задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова